Сен-Жуст. Первая речь о суде над королем. Мнение гражданина Сен-Жуста, депутата департамента Эна, относительно суда над Людовиком XVI. Речь, произнесенная в Национальном конвенте 13 ноября 1792 года. Я намерен доказать вам, граждане, что король может быть судим, и что мнение Марисона, отстаивающего неприкосновенность короля, и мнение комитета, предлагающего судить его как гражданина, в равной мере ошибочны. Короля следует судить согласно принципам, не имеющим ничего общего ни с тем, ни с другим мнением. Комитет законодательства, прекрасно показавший несостоятельность представлений о неприкосновенности короля и сославшийся на принципы извечной справедливости, не объяснил, мне кажется, всех последствий, вытекающих из этих принципов, так что проект декрета, который он вам представил, не исходит из этих принципов и лишен, если можно так выразиться, их жизненной силы. «Единственной целью комитета было убедить вас, что короля надрежит судить как простого гражданина. Я же утверждаю, что короля следует судить как врага, что мы должны не столько судить его, сколько поразить. И поскольку ничто более не связывает его с договором, объединяющим французов, формы судебной процедуры определяются не гражданским законом, а законом международного права. Не проведя этих различий, увлеклись формами судебной процедуры и пренебрегли принципами, что повлечет за собой безнаказанность короля, надолго сосредоточит внимание на его особе или же наложит на его процесс печать несправедливой и чрезмерной суровости. Я часто замечал, что ложные меры предосторожности, проволочки, раздумья являются в данном случае подлинной неосторожностью. И самой пагубной неосторожностью, если не считать промедление в деле издания законов, была бы отсрочка решения судьбы короля. Наступит, быть может, день, и люди, столь же чуждые наших предрассудков, как чужды нам предрассудки вандалов, изумятся варварству эпохи, когда суд над тираном вызывал некий благоговейный трепет. Когда народ, призванный судить тирана, возвел его в ранг гражданина, прежде чем рассмотреть его преступление, и думал больше о том, что о нем станут говорить, нежели о том, что ему следует совершить. Когда преступника, принадлежащего к самому последнему разряду людей, иными словами, к разряду угнетателей, превратили в мученика, в жертву собственной гордыни. Когда-нибудь поразятся, что в XVIII веке люди были более отсталыми, чем в эпоху Цезаря. Тогда тирана умертвили на глазах всего Сената без всяких иных формальностей, кроме 23 ударов кинжалом, безо всякого иного закона, кроме свободы Рима. А ныне с чрезвычайной почтительностью вершат суд над убийцей народа, застигнутым на месте преступления, с руками обогренными кровью. Те же люди, кому предстоит судить Людовика, должны будут установить республику. Никогда не установят ее те, кто придает хоть какое-то значение справедливому наказанию короля. Среди нас изощренность умов и характеров является великим препятствием для свободы. Приукрашивают все свои заблуждения и зачастую в самой истине видят лишь приманку для своих личных вкусов. Пример тому можно найти в докладе, представленном Комитетом законодательства. Но более разительный пример находим у Моррисона. По его мнению, свобода, суверенитет нации уже действительно установлены. Вам изложили принципы, оставив без внимания их естественные последствия. Какая-то нерешительность обнаружилась после чтения доклада. Каждый рассматривает суд над королем со своей личной точки зрения. Одни, по-видимому, боятся поплатиться впоследствии за проявленное ими мужество, другие не отказались от мысли восстановить монархию. Этих страшит пример добродетели, который укрепит общественный дух и станет основой единства республики. А те вовсе лишены энергии. Раздор, вероломство, злонамеренность, гнев сменяют друг друга и либо искусно сдерживают порыв всеобщей энергии, в которой мы так нуждаемся, либо свидетельствуют о бессилии человеческого разума. Мы должны смело продвигаться к нашей цели, и если мы хотим республике, добиваться этого со всей настойчивостью. Мы все судим друг друга сурово, я бы сказал, даже с яростью. Мы думаем только о том, чтобы направить энергию народа и стремление к свободе по иному руслу, и вместе с тем воздерживаемся от обвинения общего врага. И те, кто подвержены или причастен к преступлению, присматриваются друг к другу, прежде чем нанести первый удар. Мы жаждем свободы и становимся рабами друг друга. Мы стремимся к природе, а сами постоянно вооружены, подобно свирепым дикарям. Мы хотим республики, независимости и единства, а сами враждуем друг с другом и щадим тирана. Граждане, если римский народ после шести веков добродетели и ненависти к царям, если Великобритания после смерти Кромвеля, несмотря на всю энергию этого человека, стали свидетелями возрождения королевской власти, то разве теперь у нас, честные граждане, друзья свободы, не должны испытывать страха, видя, как секира дрожит в наших руках, как народ с первого же дня своей свободы хранит благоговейное воспоминание о своем рабстве. Какую республику хотите вы создать, если все мы заняты личными раздорами, если всем нам недостает твердости? По-видимому, выискивают закон, который позволил бы покарать короля. Но и при той форме правления, которая существовала ранее, если один этот человек был неприкосновенным, то по своей сути он являлся таковым лишь в глазах каждого отдельного гражданина. Теперь же, насколько мне известно, не существует более естественной связи между королем и народом. Возможно, что какая-либо нация, утверждая статьи общественного договора, сумеет наделить своих магистратов полномочиями, способными внушить уважение ко всем правам и заставить каждого соблюдать их. Но поскольку эти полномочия служат на благо народа и нет гарантии, что они не будут обращены против него, нельзя использовать их против народа, ибо он сам по своей воле наделяет ими и их отбирает. Граждане связаны между собой договором. Суверен не связан ничем, иначе государь не мог бы подлежать суду и превратился бы в тирана. Таким образом, неприкосновенность Людовика заканчивается там, где начинаются его преступления и народное восстание. Если же считать его неприкосновенным после этого, если даже сделать его предметом обсуждения, тогда граждане следует заключить, что он не мог быть незложен и что он вправе угнетать нас под ответственность всего народа. Договор – есть соглашение граждан между собой, а не соглашение граждан с правительством. Нельзя вступить в соглашение, не взяв на себя никаких обязательств. Следовательно, Людовик, который не был связан никакими обязательствами, не подлежит гражданскому суду. Такое соглашение было бы настолько деспотическим, что налагало бы обязательства только на граждан, а не на короля. Такое соглашение неизбежно несостоятельно, ибо не может быть законным то, что не находит подтверждения в морали и в природе. Таковы мотивы, которые побуждают вас судить Людовика не как гражданина, а как мятежника. Но помимо этого, по какому праву мог бы он требовать гражданского суда, ссылаясь на наши обязательства по отношению к нему, если сам он явно нарушил единственное свое обязательство по отношению к нам – обязательство сохранять нам жизнь? Это было бы воистину проявлением тирании – требовать суда в соответствии с законами, которые он сам уничтожил. Если мы согласимся, граждане, судить его гражданским судом, иными словами, судить как гражданина в соответствии с законами, то на этом основании он обретет право судить нас, судить сам народ. Что до меня, то я не вижу среднего пути. Этот человек должен или царствовать, или умереть. Он станет вам доказывать, что все, что он сделал, было сделано для сохранения веренного ему достояния, ибо, вступив с ним в этот спор, вы не сможете потребовать у него отчета о его тайных происках. Он вергнет вас в порочный круг, созданный вами самими, для того, чтобы его обвинить. Граждане, так угнетенные народы по своей воле связывают себя нерасторжимыми узами, теша собственную гордыню, тогда как единственной первоосновой законов должна быть мораль и общая польза. Так, придавая особую важность своим заблуждениям, попусту тратит время на борьбу с ними, вместо того, чтобы стремиться прямо к достижению истины. Какую еще судебную процедуру, какое дознание собираетесь вы проводить относительно неблаговидных поступков и пагубных замыслов короля? Когда вы признали, что он не обладает неприкосновенностью перед лицом суверена, когда его преступления против народа вписаны повсюду кровью народа, когда потоки крови ваших защитников хлынули, если можно так выразиться, к самым вашим ногам и обогрили даже изображение Брута? Можно ли проявлять уважение к королю? Он угнетал свободную нацию. Он объявил себя ее врагом. Он приступил законы. Он должен умереть, дабы народ обрел спокойствие, ибо он намеревался подавить народ, чтобы обеспечить спокойствие себе. Разве не произвел он смотра войскам перед тем, как началось сражение? Разве не обратился он в бегство вместо того, чтобы помешать им стрелять? Что он сделал, чтобы сдержать ярость своих солдат? Вам предлагают судить его гражданским судом, тогда как вы сами признаете, что он не был гражданином, и вместо того, чтобы сохранить народ, принес его в жертву собственным интересам. Скажу больше. Дело в том, что Конституция, принятая королем, не налагала никаких обязательств на граждан. Даже до совершения преступления они имели право отрешить его от власти и изгнать. Судить короля как гражданина. Эти слова поразят бесстрастных потомков. Судить значит применить закон. Закон есть правовое отношение. Но какое же правовое отношение может существовать между человечеством и королями? Что общего между людовиком и французским народом, чтобы щадить его и после совершенного им предательства? Когда-нибудь человек, воодушевленный благородными порывами, скажет, что короля нужно судить не за преступление его правления, но за преступление быть королем, ибо ничто в мире не может оправдать подобной узурпации. Какими бы иллюзиями, какими бы соглашениями не прикрывалась королевская власть, она является извечным преступлением, против которого всякий человек имеет право восстать и вооружиться. Это одно из тех преступлений, которое не может быть оправдано даже ослеплением всего народа. Пример, который подает такой народ, губителен, ибо он противен природе. Именно природа негласно повелевает всем людям уничтожать деспотическую власть в любой стране. Невозможно царствовать и не быть виновным. Нелепость этого слишком очевидна. Всякий король, мятежник и узурпатор. Разве сами короли иначе относились к так называемым узурпаторам их власти? Разве не была подвергнута осуждению память Кромвеля? Между тем, Кромвель был узурпатором не более чем Карл I, ибо если народ настолько труслив, что позволяет тиранам держать себя в повиновении, то первый встречный имеет право захватить власть. Она не более священная и не более законна в руках одного, нежели в руках другого. Вот те соображения, которые не должен забывать великодушный республиканский народ, когда он вершит суд над королем. Нам говорят, что короля должен судить трибунал, как и прочих граждан. Однако трибуналы установлены только для членов гражданской общины. Мне непонятно, как можно настолько пренебречь принципами общественных установлений, чтобы предоставить трибуналу рассудить короля с сувереном. Разве вправе трибунал вернуть стране повелителя, оправдав его? И каким образом можно подвергнуть суду, трибуналу общую волю? Вам скажут, что приговор будет утвержден народом. Но если народ утверждает приговор, почему он не может судить? Если мы не осознали всей несостоятельности этих идей, мы навсегда останемся рабами, какую бы форму правления мы ни избрали. Ни суверен, ни магистрат никогда не займут там подобающего им места, и народ лишится гарантии, защищающей его от угнетения. Граждане, трибунал, который должен судить Людовика, не судебное учреждение. Это совет, это народ, это вы, и законы, которыми мы должны руководствоваться, это законы международного права. Именно вы должны судить Людовика, но по отношению к нему вы не можете быть ни трибуналом, ни присяжным, ни обвинителем. Гражданский порядок ведения суда сделает этот суд несправедливым, а король, признанный гражданином, не может быть судим теми же лицами, которые его обвиняют. Людовик чужеземец среди нас. Он не был гражданином до того, как свершил преступление. Он не мог участвовать в голосовании. Он не имел права носить оружие. Еще менее, является он гражданином после содеянных им преступлений. С помощью каких юридических ухищрений вы сделаете короля гражданином, чтобы осудить его? Ведь если человек виновен, он выходит из гражданской общины. Как же допустить, чтобы Людовик вступил в нее благодаря своим преступлениям? Кроме того, если вы объявите короля простым гражданином, он станет для вас недосягаемым. О каком обязательстве с его стороны можно будет говорить при существующем порядке вещей? Граждане, если вы хотите поразить Европу справедливостью вашего приговора, он должен основываться именно на этих принципах. То же, что предлагает нам Комитет Законодательства, увековечивает несправедливость. Формальности судебного процесса не более чем лицемерие. Судить о вас будут по вашим принципам. Я никогда не откажусь от мысли, что республику вы будете устанавливать в том же духе, в каком будете судить короля. Теоретическая основа вашего суда станет также основой деятельности вашей магистратуры. Твердость ваших философских принципов, проявленная на этом процессе, станет также мерилом свободы в вашей конституции. Повторяю, нельзя судить короля по законам страны, или, вернее, по законам гражданской общины. Докладчик вам об этом сказал, но зародившаяся в его душе мысль слишком рано угасла и поэтому оказалась бесплодной. Не было ничего в законах Нумы, что позволило бы судить Тарквиния. Также не было ничего в законах Англии, что позволило бы судить Карла Первого. Их судили на основании международного права, силе противопоставили силу, отвергли чужеземца, врага. Вот что оправдывало эти приговоры, а вовсе не пустые формальности, основанные только на согласии гражданина, связанного договором. Я никогда не противопоставлю свою личную волю воле всех. Я желаю того же, чего желает французский народ или большинство его представителей. Но поскольку личная воля является как бы частью еще не созданного закона, я считаю нужным высказаться здесь со всей откровенностью. Недостаточно сказать, что согласно извечной справедливости суверенитет не зависит от существующей формы правления и сделать из этого вывод, что король должен быть судим. Нужно также, чтобы естественное правосудие и принцип суверенитета определили сам дух, которым будет проникнуть суд над королем. У нас не будет республики, если мы не примем во внимание эти различия, которые приводят все стороны общественного порядка в общее естественное движение, подобно тому, как природа воссоздает жизнь из сочетания отдельных элементов. Итак, все сказанное мною доказывает, что Ледовик XVI должен быть судим, как чужеземный враг. Добавлю, что нет необходимости представлять вынесенный ему смертный приговор на утверждение народа, ибо народ может своей волей устанавливать законы, если они способствуют его счастью. Но даже сам народ не может изгладить из памяти преступления тирании, и право людей выступать против нее есть право личное, и сам суверен не в силах принудить отдельного гражданина простить тирану. Поэтому именно вы должны решить, является ли Людовик врагом французского народа, является ли он чужеземцем. И если большинством голосов вы признаете его невиновным, тогда это решение должно быть передано на утверждение народу, ибо если законным путем, актом суверенной власти нельзя заставить ни одного гражданина простить короля, то тем более решение магистратов не может стать обязательным для суверена. Поспешите же осудить короля, ибо каждый гражданин имеет на него такие же права, какие были у Брута по отношению к Цезарю. Посягательство на этого чужеземца заслуживает наказание не более, чем смерть Леопольда и Густава. Людовик, второй Кателина, подобно римскому консулу, убивший его, будет убежден, что спас Отечество. Людовик боролся против народа. Он побежден. Это варвар, это чужеземный военнопленный. Вы убедились в коварстве его замыслов, вы видели его войско, изменник не был королем французов, он был королем кучки заговорщиков, он тайно набирал войска, имел собственных магистратов, он видел в гражданах своих рабов, он был гонителем всех честных и мужественных людей. Он виновник кровопролития в Бастилии, в Нанси, на Марсовом поле, в Турне, в Тюэльри. Какой враг, какой чужеземец причинил нам больше зла? Суд над ним должен быть скорым, этого требует мудрость и здравая политика. Злоумышленники хотят сохранить его в качестве заложника, они пытаются пробудить к нему жалость. Вскоре заставят подкупленных ими лиц проливать слезы, сделают все, чтобы вызвать у нас сочувствие и даже развратить нас. «Народ, если когда-нибудь король будет оправдан, помни, что мы не достойны более твоего доверия, и ты сможешь обвинить нас в измене». Примечание После народного восстания 10 августа Людовик XVI был в ожидании суда помещен в Тамполь. Созданный 16 октября Комитет законодательства долго обсуждал процедуру предстоящего процесса. 7 ноября Майль от его имени сделал заключение, что Людовик может быть судим, что король не может ссылаться на принцип королевской неприкосновенности провозглашенной Конституцией 1791 года, поскольку он нарушил эту Конституцию. Наконец, сама эта Конституция более не существует, поскольку нация в результате восстания 10 августа возвратила свои права. Но Людовик не может быть судим ни обычной судебной палатой, ни специальным трибуналом. Только конвент, которому поручено дать Франции новую Конституцию, который в этом своем качестве представляет всю нацию, может судить короля и составить обвинительный акт. Дискуссия в Конвенте по докладу Майля открылась 13 ноября 1792 года с принятия предложения Питиона, потребовавшего, чтобы прежде был обсужден вопрос, может ли король быть судим. Марисон, депутат заявил, что законной основы для процесса нет. Тогда слово взял Сен-Жуст. На трибуну конвента он поднялся впервые, и его речь произвела впечатление даже на Жеронду. В этой речи есть, писал Борисов в своей газете, блистательные места, талант, который может сделать честь Франции. Газета Republican отмечала, «Невозможно царствовать и не быть виновным». Именно ты, Сен-Жуст, провозгласил так просто эту великую извечную истину. И именно ты доказал ее с не меньшей энергией с трибуны конвента. Мы приглашаем всех, кто желает составить верное и точное представление об этом важном вопросе, касающемся суда над бывшим королем французов, прочитать мнение Сен-Жуста об этом предмете. Они найдут там много рассуждений, глубокие взгляды и философию законодателя, столь необходимую тем, кто должен составить общественный договор великой нации. По решению конвента речь была опубликована отдельной брошюрой, переиздавалась в департаментах. Открытие 20 ноября 1792 года железного ящика, потайного шкафа, сделанного по указанию Людовика в одной из стен Тюэлери и содержащихся в нем бумаг, которые раскрывали тайные связи короля с врагами Франции сделало невозможным дальнейшее откладывание процесса. 6 декабря конвент назначил комиссию, чтобы подготовить документ, свидетельствующий о преступлениях Людовика Капета. Шарль Морисон, годы жизни 1751-1817, член администрации департамента Вандея, депутат законодательного собрания и конвента. Не гражданским законом, а законом международного права. Начиная с первого трактата, Сен-Жуст противопоставляет правопорядок внутри общества, основанный на естественных связях и общих интересах гражданской общины, и правопорядок международных отношений, который основан на силе. Поскольку король выступал против народа, он, по логике Сен-Жуста, оказывается вне общества и, по существу, вне закона. Затем та же логика обратилась против жарандистов, против лидеров клуба-кордельеров, против группы Д'Антона и так далее. Без всякого иного закона, кроме свободы Рима. Убийство Галлия Юлия Цезаря являлось популярным в революционной Франции нравоучительным примером, которым оправдывали исключительные меры в борьбе против деспотии и, в частности, против опасности личной диктатуры. Мы стремимся к природе, а сами постоянно вооружены подобно свирепым дикарям. Противопоставление основано на том, что природа или естественное состояние это для Сен-Жуста идеальная и гармоничная общественная жизнь. Напротив, дикари это антиидеал, который применим и в первую очередь применяется Сен-Жустом к людям современных обществ, пребывающих в неестественном состоянии. После шести веков добродетели и ненависти к царям. Эпоха Римской Республики продолжалась от изгнания из Рима последнего царя Тарквиния Гордова в 510 или в 507 году до н.э. до 30 года до н.э. то есть менее пяти веков. Великобритания после возрождения королевской власти. Монархия в Англии была восстановлена в 1660 году. Людовик не подлежит гражданскому суду. Сен-Жуст обосновывает необходимость политического процесса. Наши обязательства по отношению к нему. Обязательства согласно Конституции 1791 года, на которую ссылались защитники короля. Обогрили даже изображение Брута. Изображение Брута украшало зал заседаний конвента в Манеже. Разве не произвел он смотра гвардии, чтобы помешать им стрелять? 10 августа Людовик XVI сделал смотр швейцарской гвардии, которая охраняла Тью-Иль-Ри. В начале боя он укрылся вместе с семьей в законодательном собрании. Разве не была подвергнута осуждению память Кромвеля? Реминесценция римского закона об осуждении памяти, предписывавшего поругание праха и уничтожение изображений одиозного властителя. Прах Кромвеля после реставрации монархии действительно был предан поруганию. Не было ничего в законах Нумы, чтобы судить Тарквиния. Согласно античной традиции, Нума был вторым царем Рима, давшим ему много из его установлений. Тарквинии гордый последним царем. Не было ничего в законах Англии, чтобы судить Карла Первого. Карла Первого судил в январе 1649 года Верховный суд, назначенный долгим парламентом, который незадолго до того провозгласил себя Верховным органом государства. Из 135 комиссаров, составлявших суд, смертный приговор королю подписали 59. Нет необходимости представлять приговор на утверждение народа. Майль отверг это мнение, к которому склонялись многие жарандисты. Утверждение приговора народам дало бы Людовику шанс для спасения. Чем смерть Леопольда и Густава? Леопольд Второй, австрийский император 1790-1792 годы, один из создателей первой антифранцузской коалиции, был, по слухам, отравлен. Шведский король Густав Третий пал в 1792 году от руки заговорщика. Что спас Отечество? Сен-Жуст имеет в виду Цицерона, который при ликвидации заговора Кателина пошел на нарушение закона и оправдывался тем, что спас Отечество. Он виновник кровопролития в Бастилии, в Нанси, на Марсовом поле, в Турне, в Тюильри. Имеется в виду взятие Бастилии 14 июля 1789 год, подавление восстания солдат швейцарского полка Шетавье в Нанси 31 августа 1790 год, расстрел на Марсовом поле участников подписания антимонархической петиции 17 июля 1791 год, паника и разгром французских войск в Турне в Бельгии 30 апреля 1792 год, штурм Тюильри 10 августа 1792 год. 1792